Дело в том, что не помню, в каких обстоятельствах Дима спросил, о чем бы хотела поговорить. Я знаю, что когда проходят творческие вечера, это вошло уже в традицию. Зимой Дима приглашает меня на творческий вечер. Безусловно. И в основном я просто пою. И подбираю такие песни, которые соответствуют моему внутреннему состоянию. Но так как Дима в ночи меня спросил как-то резко, о чем бы ты хотела поговорить, я как-то тоже очень резко ответила, что я хочу поговорить об образах, которые, в общем-то, просачиваются через текст. И, ну, считаю, что это, скорее всего, основополагающий момент в написании хорошей песни, к чему я всегда очень стремлюсь, ну, когда мы не говорим определениями в песнях, в текстах, в стихах, а создаем картинку, картинку того же состояния, той же какой-то мысли, которую ты хочешь передать каким-то художественным, образным методом, который неизведан, этот метод. Ну, в общем, я все сказала. Обычно в голове возникает некая картинка, которая, в общем-то, и руководит тобой, и, в общем-то, ты, наверное, эту картинку пытаешься передать. Вот этот образ, может быть, это человек, может быть, это погодное явление, или просто состояние, которое связано с какими-то видимыми картинами. Сейчас, секунду. Пока Юля не настраивается, я просто хочу всех пригласить, на всякий случай, на наш фестиваль, в котором Юля не играет, вот, у нас уже в это воскресенье будет концерт в библиотеке Достоевского, в первую очередь приглашаю его, да? И концерты разных, и как раз не ван Юля там не играет, а что, все приглашаем, будем петь о настоящем. Да, у меня просто очень такой... Активный период сейчас идет с концертами, и потом Масленичная неделя, где я и веду Масленицу, и выступаю на вечере, посвященном Башлачеву, потом у нас презентация клипа 17 февраля с моей группой в клубе «Вермель». Всех приглашаю в ход свободный. Клип какой? Клип... Страшный клип у нас получился. Песня «Река». Да, такая первая заглавная песня на альбоме. Страшная река. Да, такая немножко... Такой получился некий мистический экшен. Ну, я, пожалуй, начну с такой песни, с которой я начинаю все свои акустические концерты. Меркнет свет в зале тихо, сколько лет. Я шутила эту дочь, так внезапно в мою боль. Как приятен твой патрят, я повешу под запретом. Конечно, буду петь, что же делать среди моря. Я тебя нашла. Мастер по свету, сделай мне лето. Отведи огнями злую суету. Мастер по звуку, прогони скуку. Если можно, задержи мечту. Станет приистостой радость тебя саду. Малость я доверюсь под сказки. Ждать конца глупой сказки. Повести с тобой вместе на стене этой песни. И в огромном пространстве, может быть, даже победит. Мастер по свету, сделай мне лето. Отведи огнями злую суету. Мастер по звуку, прогони скуку. И если можно, задержи мечту. Мастер по звуку, прогони скуку. Эта песня называлась «Обращение к портрету». «Обращение к портрету, там, в сцену?» Ну да, вот пояснение. Когда выходишь на сцену, обычно, особенно когда горит свет в зале, ты не знаешь, куда с тебя смотреть. И ты выбираешь себе какую-то точку и рисуешь некий портрет, которому ты поешь. Как будто одному человеку поешь в этом зале. Ну, скорее всего, так, да. То есть это один человек, но его, как бы, в зале нет, он воображаемый? Да, воображаемый. Это чтобы не зависеть от настроения публики? Да, ну, чтобы… Тебе комфортнее пить для большого или для такой маленького? Ну, не, ну вот для, конечно, в акустике, для маленького, да. Тут можно поговорить. Слушай, к нему. Хочется верить в пустые колодца, Тают под солнцем мыльные пузыри. Я не хотела, мне не придется драться в руках моих одни козыри. Козыри крылья, безоружное слово, затрепетало осенним местом. Похолодало и стало быть снова. Все на потом, на потом, на потом. Все на потом, на потом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok